Пресная вода Выводили на поверхность земли и использовали ее для питья и других нужд в быту. Выявление, сбор грунтовых, ввод и вывод их на поверхность является одним из самых сложных задач гидрогеологии. Людей, занимавшихся этим делом, звали керезгены. Искусство керезгенов передавалось из поколения в поколение от мастера-ученику. Мастера керезов не проходили обучение не в специальных учебных заведениях, но обладали знаниями геологических особенностей верхних слоев земли и при помощи опыта наставников находили воду в глубинах земли и выбирали самые безопасные пути добычи воды. Минули тысячи лет с той поры, как туркмены начали строить керезы и с их помощью орошать свои поля. Земледелие Джейтуна считается истоком первого туркменского земледелия. Об этом свидетельствуют исторические источники. Керез – подземное гидросооружение, предназначенное для сбора и подъема на поверхность земли пресных грунтовых вод. Керез – это система колодцев, соединенных между собой подземными арыками. Исторические источники свидетельствуют о том, что в период расцвета джейтунской культуры широко использовалось сложное гидротехническое сооружение. Богатая своим составом, вода из керезов использовалась не только для питья, но и для орошения. Безусловно, вкус плодов, выращенных на этой вкусной воде, совсем другой. Она отличается огромной пользой для здоровья человека. Обнаружились археологические сведения о широком использовании водных систем керезов в III-IV веках нашей эры в пределах древней Маргианы. Вода керезов считается самой лучшей и чистой. Вода кереза очень полезна для здоровья человека. Минералы, которые находятся в ее составе, занимают особую ценность для охраны и укрепления здоровья человека. Сегодня, исходя из научных подтверждений, на территории нашей страны были обнаружены три вида кереза. Один из них называется селевые керезы. Эти керезы наполнялись водой в весенние месяцы из-за селевых потоков или обильных осадков. Вода из этого кереза использовалась жителями предгория для орошения или питья. Они называются селевыми керезами. Селевые керезы были широко распространены в нашей стране. В особенности очень известны на склонах Капидага. Есть сведения об интересной особенности керезов по сбору воды из русла рек и образования подземных озер. Эти сведения были обнаружены в результате проведенных научных исследований в поселке Дурун Бахарденского трапа. Вода русла реки Арваз в поселке Дурун, образовав подземное озеро, послужила основой для образования нескольких керезов. Некоторые из этих керезов действуют и по сей день. Вода, пропитавшая грунт, собирается в образовавшееся подземное озеро. Основываясь на свой опыт, керезгены находят место образования этого озера. Для использования воды этого озера в качестве питьевой воды на протяжении долгих лет и были проведены керезы. Конечно, копать керезы очень сложная и трудоемкая работа, поэтому водная система керезов считается одной из самых древних гидротехнических сооружений. И такие гидротехнические сооружения были созданы нашими предками. На нашей Земле появились первые керезгены, и этот богатый опыт дошел и до наших дней. Еще одной особенностью образования подземных озер являются минеральные источники. В настоящее время в разных уголках нашей страны имеются различные подземные, горные подземные озера. Основное из них – озеро Ковата. Минерализованная вода есть в Арчмане. Широко используемые в оздоровительной лечебнице эти воды собираются после дождей в расщелинах скал. Очень много таких карстовых пещер в Кайтендаге. Внутри есть несколько колодцев и несколько озер. Вода в образовавшихся карстовых пещерах послужила появлению керезов. В результате проведенных научных исследований известно о раскопанных керезах в окрестностях Арчмана для сбора собравшихся в пещерах подземных вод. Точно такие же керезы были обнаружены и вблизи Елысу. Вода, протекавшая через керез, была обогащена минералами. Сегодня в окрестностях Елысу есть несколько мест с действующими керезами. В результате исследований, проведенных вокруг памятника Парасдепе, были тщательно изучены характеристики воды в его коллекторах и колодцах. Сейчас вы видите изображение древних колодцев сети керезов, действовавших вокруг Парасдепе. И как видите, керезгены могли получить воду с высоты гор. Они смогли узнать, что там есть подземное озеро, и что в этом озере было много воды, и что они вырыли колодцы и получили воду. Керезгены обнаруживали запасы воды, и для вывода воды на поверхность создавали систему колодцев, соединенных между собой. Деканы – это колодцы, которые строятся для вывода воды, а подземные туннели, соединяющие их, называются сёв. Большинство деканов использовались для расчистки сёвов, а некоторые из них использовались в качестве шлюзов, которые были необходимы для сбора и поднятия уровня воды. В целях безопасности керезгенов и для более удобного вывода воды из керезов деканы возводили на расстоянии 20, 30 и даже 50 метров друг от друга. Эти скважины имеют особую гидротехническую особенность. Глубина некоторых из них достигает 80 метров. Самые глубокие колодцы находились в непосредственной близости от пластов воды, а самые неглубокие – в местах, где русло подземной системы было наиболее близко к поверхности Земли. Место, где выходит вода из кереза, называют джалава. Наши предки накопили богатый опыт в создании такого уникального гидротехнического сооружения. На этой фотографии вы видите колодец декан. Из-за того, что колодец рыли в вертикальном положении и прозвали декан. Стены колодцев и подземной галереи укреплялись деревом или камнями. Все это, безусловно, требует огромного мастерства и усердия. В 1904 году начинается изучение керезов, расположенных на территории нашей страны. На сегодняшний день в предгорьях Капитдага, то есть между современным городом Сердар и Кахкинским этрапом, насчитывается 385 колодцев. В 1904 году известный этнограф Таиров изучал керезы, созданные на туркменской земле, то есть он изучал туркменский опыт водопользования и рационального использования воды. Отмечается о существовании сотен керезов. В последние годы ученые изучают уникальную систему керезов и сегодня широко используются воды керезов. До сих пор используются керезы, расположенные в селах Дурун, Сунче, Мюрче, Доугала, Актепе, Бахарденского этрапа. Как мы только что отметили, древние образцы этих колодцев использовались в Параздепе. Как вы видите, вокруг древнего памятника Параздепе были проложены две системы керезов. Один из них называется керез Ходжедере или керез Источник, а другой называется керез Кердере. Эти керезы были научно изучены. Был проведен научный анализ расстояния между колодцами. Расстояние между некоторыми составляет один метр и даже доходит до 20-30 метров. Керез Кердере имеет особое строение. Его первый колодец называется горлук. Хочу привлечь ваше внимание на еще одну научную информацию. То есть, это чертеж разных водных систем рек, проложенных из Центрального Капидага. Между современным городом Сердар и Кахкинским этрапом на площади Центрального Капидага вы можете увидеть следы более третицидревних рек. Все это служило основой для создания керезов. Наши предки находили водные источники по определенным растениям или возникающим на поверхности воды определенным преобразованием. В настоящее время это определить весьма сложно. Многим известно, что в некоторых странах до сих пор существует метод поиска воды с помощью специального приспособления, которое изготавливалось из ветки винограда. Именно поэтому поражаешься, как наши предки обнаруживали воду. И нашей задачей является изучение этого богатого опыта наших предков. Здесь вы видите древние инструменты керезгенов. Одна из сложных задач профессии керезгенов – это найти под землей воду и, учитывая ее месторасположение, найти путь для его свободного потока, а также поднять воду на поверхность земли в наиболее благоприятных местах. И для этого они использовали различные инструменты. Это своеобразная рубашка, которую изготавливают из шерсти козы или барана. Она используется для того, чтобы во время работы тело оставалось сухим. Как известно, в керезе всегда сыро и влажно, и есть места, где вода капает прямо на керезгена сверху. Эта работа может продолжаться годами. Некоторые керезы рыли по несколько лет, и поэтому мастера использовали такую рубашку. Также при рытье керезов стены укреплялись различными палками и досками. Они защищали керезгена от камней и песка, которые падали также сверху. Керезгены также пользовались инструментом пилкер, который предназначен для засыпания песка. Широко использовалась и кирка. На туркменском языке этот инструмент также еще называется кулун. С помощью кулун смягчали удары по дну кереза, а с помощью пилкер насыпали почву в специальные ведра гуа. Эти инструменты были очень необходимы при рытии коллекторов под землей на глубине 80-150 метров. Это лопатка мастера, она делается из железа. По своим размерам она меньше от обычной. Она должна быть удобной для работы под землей. У керезгена также есть специальный измерительный прибор. Также есть и лампа. Это очень необычная лампа. При рытии кереза мастер ставит лампу позади себя. Он мог по тени определить правильное расположение лампы. Это была масляная лампа. Она изготавливалась из железа или чугуна. Керезгены спускались для работы в керез с помощью колеса. Они также поднимали пески, камни, щебень на поверхность земли с помощью колеса, цепляя за веревку. Когда керезы находят воду, вначале пробуют ее, и если вода вкусная, то есть питьевая, то начинают рыть дальше. Рытье колодца начинается с жалава. Жалава – это место, где вода из системы кереза вытекает и выходит на поверхность. Между каждым колодцем 30-40 сантиметров построены деканы, специальные колодцы. Вода колодцев полезна для здоровья человека. Она богата минеральными солями. Считается, что вода керезов обладает слебными свойствами. Водами керезов утоляли жажду не только люди, но и животные. С давних времен наша родина считается сердцем великого шелкового пути. По территории нашей страны в давние времена проходили караваны. Эти караваны также пользовались водами керезов. Они останавливались возле джалава. Туркменский народ подарил миру это уникальное гидротехническое сооружение, и поэтому ведется большая работа по его научному изучению. Особенности этого сооружения сегодня вызывают огромный интерес и у туристов, и у путешественников. Слава о туркменских керезах распространилась на весь мир. Керезгены, владеющие методами создания керезов, пользуются большим уважением и почетом в народе. Искусство керезгенов передавалось из поколения в поколение, от мастера к ученику. Керезгенам характерны такие особенности характера, как трудолюбие и усердие. Керезы и в наши дни не потеряли своей актуальности. Необходимо подчеркнуть большое значение керезов в обеспечении питьевой водой населения и для орошения земель страны. Национальное культурное наследие служит образцовой школой для молодого поколения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА